Привет, друзья! Сегодня, наконец-то, я снимаю для вас очередное видео о пустых баночках. Уже давно не было таких видео, потому что просто не хватает времени это снять, и их уже накопилось тут просто море. Думаю, что видео будет длинное, поэтому начинаем разбирать. Так как баночек у меня очень много, поэтому буду делать такую короткую конструктивную критику, плюсы-минусы, стоит-не стоит покупать. Начну с продуктов для волос, потому что их у меня накопилось больше всего. Первое, это вот такой шампунь от рецептов бабушки Агафи, сибирский восстанавливающий. У меня номер 2. У них там есть разные номера. Этот шампунь, он заявлен как полностью органический, и мне почему-то кажется, что это такой вот своего рода плагиат на натуру Сибирику, поэтому я с удовольствием его попробовала. Шампунь очень хороший, приятно пахнет. Он восстанавливает действительно волосы, я увидела разницу. Они становятся блестящими, упругими и просто суперскими. Действительно идет восстановление. Конечно, если вы их сильно не портите всякими выпрямлялками и всякими фенами. Поэтому вот этот шампунь я всем рекомендую. Именно номер 2. Другие я еще не пробовала, но вот этот очень хороший. И еще один неоспоримый плюс, это, конечно же, то, что он экономный. И хватало мне его на очень долго, по сравнению с обычными шампуневыми бабушками Агафьи. Отставляем дальше. И следующий шампунь у меня, мягкий шампунь Агафьи, восстановление защиты. Вот в такой же упаковке. Я беру вот из этой серии шампунь только в темной упаковке, потому что светлые, как я уже видела, они, видела обзор, они не очень. Вот этот шампунь тоже очень классный, очень хорошо пахнет, пенится, он густенький, он приятный. И волосы тоже от него очень хорошие, поэтому всем советую, стоит он недорого. И дальше я буду ругать этот продукт. Это у меня продукт от Планета Органики, тибетский травяной бальзам. Вот эта серия, она просто ужасная. Мне вообще не понравилась Планета Органика, хотя здесь все натурально-органическое. Отвратительный резкий запах мужского одеколона. Свойств никаких он не имеет, то есть эффекта никакого на волосы он не дает. Помпа ужасная. Сам продукт какой-то непонятный, поэтому вообще не понравилась эта дрянь, и больше брать не буду. Двойка вообще, двойки даже не заслуживает. Не знаю, кто таким пользуется, но мне не понравилась. И еще один продукт для волос, который мне не понравился, хотя я ожидала от него совсем другого. Это маска для защиты восстановления волос. По-моему, это саблепиха от натуры Сибирики. Я ее специально заказывала в интернете с надеждой на то, что мне поможет восстановить волосы. Нечего она не восстановила. Пахнет странновато. Да, она, конечно, придает блеск волосам. И она такая жирненькая. Но, к сожалению, почему-то к моим волосам она не подошла. Ну, к средине уже ничего нет. Ну, просто покажу, какой здесь объем. Она, в принципе, экономная. Вот запах до сих пор остался. Такой неприятный мыльный запах, который, кстати, держится и на волосах. Единственное плюс, что осталась вот такая удачная упаковка, которую можно хранить в ватной диске. И все, больше я не куплю. Чисто для эксперимента попробуйте. Для моих волос она ничего не сделала. Не помогла им ничем никак. А вот следующая маска, о ней, конечно, тут можно рассказывать очень долго. Это вот Нюмеро Брелил крем-маска для восстановления волос с вытяжкой овса. Я уже думаю, на ютубе все уже сняли про это обзоры. Это косметическая маска. То есть она не то, что сказать ненатуральна. Просто она дает временный эффект. Она склеивает кончики волос посеченных. И придает им блеск и шелковистость. Мягкость волосам. Она очень экономна. Вот эту банку я использовала, чтобы не соврать, чуть больше года. Представьте. Это просто ужасный экономный продукт. Конечно, цена сейчас на него подросла. Но я вскоре покажу вам еще одну маску, которая тоже экономная и по хорошей цене. Вот эту маску, конечно, стоит попробовать. Она очень выручает в те моменты, когда вы собираетесь или на свадьбу, или на праздник. И хотите, чтобы ваши волосы выглядели более-менее здоровыми. То вот эта штучка, она поможет временно придать этот эффект. Он чисто для поддерживания. Ничего она не лечит. И особо так... Да, ничего, в общем, она не лечит. Но косметический эффект от нее, конечно, есть. И последнее средство по уходу за волосами. Это у меня... Это буквально сегодня недавно я поставила. Это термозащита для волос. У меня это от ProfiStyle. Вот такая вот. Купила просто, потому что нужна была термозащита. Она, кстати, двухфазная. Но сейчас она уже пропала, настолько смешалась, что уже все тут испортилось. Вообще, я шла половина водички, половина такого средства розового. Сама по себе она пахнет... Вот мне напоминает запах огурца. Сама по себе, я не знаю, работает она или нет, но на волосах остается такой неприятный у нее запах. И из-за этого нам, конечно, немножко не понравилось. А вообще, пользуйтесь термозащитой. Это очень хорошая и нужная вещь. И, в принципе, не важно, мне кажется, какой фирмы. И главное, чтобы она действительно делала то, что на ней заявлено. Дальше буду уже рассказывать о всех остальных уходовых средствах, которые у меня тут стоят. Дальше хочу вам показать эту баночку от геля душа Палмолем Натурель. С экстрактом оливы. Вообще не понравился он мне. Такой стандартненький, обычненький гель для душа. Пахнет какой-то травой, какими-то козочками. Почему-то мне сразу козочки вспомнились. Да, увлажняет. Вот это действительно, он увлажняющий. А так он мне, конечно, не очень понравился. Мне все-таки как нравился Тима, то ему и так он и нравится. Дальше, что касается лица. Давайте скажем об этом. Попробовала я гель от рецепта бабушки Агафьи. Что хочу сказать о нем. Это огуречный гель. Хорошо вымывает косметику. С глаз все хорошо смывает. И ничего на коже, в принципе, плохого у меня не оставлял. Но он очень быстро заканчивался. Но я уже купила другой, потому что пока что это самый хороший со всех. И он очень прикольно пахнет. Поэтому попробуйте. Это мне для комбинированной кожи. Значит, еще для лица у меня закончился тоник. Вот 100 рецептов красоты. Вот такой. Это у меня увлажнение и свежесть с алоей и розовой водой. Очень хороший тоник. Он действительно освежает, увлажняет кожу. Что является, конечно, неоспоримым плюсом. И его надолго хватает. Еще от бабушки Агафьи у меня остался крем для лица. Точнее, его баночка. Это дневной. Для кожи, которая уже нуждается в том, чтобы с нее убирать морщинки. Это чистый эксперимент. Крем мне, если честно, не очень понравился. Мне кажется, он как-то странно влиял на кожу. Потому что некоторые высыпания в некоторых местах у меня просто не приходили. Поэтому все-таки вот этот женьшень как-то не очень хорошо действует на комбинированную кожу. А в целом, очень экономный, кстати, оказался этот крем. И вот еще две пустые баночки. Я их заказывала одновременно. И они, кстати, мне и закончились одновременно. Это крем для стоп от Натуре Сибирика. А этот кремчик шел в подарок. Вместе с заказом это крем для рук. Вот старец от красоты. Значит, что скажу о креме. Крем стоит вообще копейки, но он хорошо очень действует. Я себе купила уже новый. И очень мне нравится, как он увлажняет и эффективность этого крема. И длительность увлажнения. Поэтому всем посоветую эти крема от старец от красоты. Кстати, неплохая фирма, несмотря на то, что она бюджетная. И что хочу сказать об этом вот кремике. Вот Натуре Сибирики. Это облепиховый крем. Он желтенький. Пахнет он ментолом. Да, ментолом. Он такой желтый в середине. Он очень густой. Очень тяжело вынять из упаковки. Читала я на сайте, что он плохо впитывается и не увлажняет ничего. По поводу того, что он плохо впитывается. Кожа, опять же повторяюсь, на подошвах она очень толстая. Поэтому впитывается оно дольше, чем на руках крем. Сам крем очень классный запах придает ножкам. Они остаются свежими на протяжении длительного времени. Но, как такового увлажнения этот кекс крем, к сожалению, не дает. Стопы на утро остаются сухими. Поэтому в этом смысле мне не понравился. Ну, брала я его как эксперимент. И больше брать его не буду. Уже купила другой. А так вот, ну, если честно, среднего качества крем. И мне кажется, он не стоит своих денег. Потому что такого эффекта, как тут написано, тут очень много написано, он, к сожалению, не дает. Осталось чуть-чуть. Я уже просто протераторила про все. Поэтому осталось совсем немножко пустой баночек. Опять пустая баночка под ноготка. Пока моя любимая смывка. Не хочу проводить никакой другой. Привыкла к ней с самого детства. Поэтому очень советую всем. И вот тут у меня лежит одна штука, которую я положила в пустой баночке. Вот. Это фен для ресниц. Сначала я была просто в восхищении от этой штуки. Но когда я заметила, что это, так сказать, хрень, она просто портит ресницы, я решила от нее избавиться. Она долго у меня лежала. И, кстати, действительно, по внешнему виду это похоже на вроде пыток. Для ресниц это действительно пытка. Особенно, когда вот эта прокладочка резина резина засыхает, то она просто ломает ресницы. И лучше купить подкручивающую тушь и пользоваться какими-то ложками для того, чтобы это все закрутить у себя на глазах, чем пользоваться вот этой дрянью. Просто дурная трата денег. Не покупайте эту штуку, потому что ресницы потом никуда не восстановятся. Выкидываю. И насчет глаз. Есть у меня здесь три туши. Первая это всем знаменитый, известный эвелинский, не бальзам, а праймер, так сказать, для ресниц. Ну, я думаю, все знают, как он выглядит. Ничего такая штучка. Да, действительно, ресницы очень большие после него. Ну, насчет того, что они вырастают, укрепляются, это все бред. Это просто маркетинговый ход. И ведитесь на это. Но как база под тушь очень хорошая. Она дает покрытие ресничкам, по которому тушь скользит легче. И реснички очень красивые получаются, чем если вы нанесете просто тушь на ресницы. Поэтому хорошая штучка. Но, кстати, к сожалению, в городе очень мало их продают. Это я пока себе новую не купила, но очень-очень классная штука. И две туши. Это Color Trend от Deva. Я не обалдею. Это просто моя любимая тушь. Она очень бюджетная. Она для объема. И, блин, она просто классная. Вот я люблю ее все. И еще одна тушь от Evelyn. 3D. Написано 3D Glam. Взяла ее, потому что ее можно использовать для девушек, которые носят линзы. То есть она гипоаллергенная. Вот кисточка, конечно, у нее уже испортилась у меня. Вот такая она обычненькая. Она вообще ничего не прокрашивала. Ресницы вообще нельзя было накрасить. Из-за того, что там такая плотная и жесткая щетина, ресницы просто не могли из-за своей тонкости проникнуть в эти щетины, чтобы набрать тушь. Поэтому она просто у меня простояла и все. Вот выкидываю, она уже засохла. Уже смысла с нее нет. Берите те туши, которые вы знаете. А новые старайтесь не брать, потому что это всегда... Вот у меня лично это всегда разочарование. Еще для глаз у меня... Не то, что закончилось. У меня пропали тени от Evelyn. Вот такие с этой серии. Они были бронзовые. Вот они просто высохли. Они очень быстро высохли. Может, потому что я ими не пользовалась, или потому что я купила летом. Вообще не знаю, что с ними случилось. Они просто раскрешились, и вот пришлось их выкидывать. Сами по себе тени были очень стойкие. Больше сказать ничего о них не могу. Единственное, что мне нравятся вот эти вот баночки. Блин, я их обожаю. И вторая же такая же баночка, но это уже база под тени, которая у меня закончилась. Уже купила новую. Вот это была моя первая база под тени. Она у меня служила очень долго. Около года тоже. Даже может и больше. Очень хорошо она держала, держит вообще макияж в складке. Тени не скатываются. Но тут нужно регулировать ее количество. Если нанести сильно много, то, конечно, она скатается первее, чем ваши тени. Если нанести сильно мало, она вообще ничего не скрепит. Поэтому здесь надо с ней приноровиться и пользоваться. Так, в принципе, хорошее. Но из-за того, что у меня нет пока доступа к другим базам под тени, я пользуюсь этой. И цена устраивает. И, в принципе, я уже с ней на ты. Вот. И осталось у меня еще две пустых паночки. Ну, как пустых. Образно пустых. Это два лака. Флормаровский лак. Просто решила вам показать, что флормаровские лаки очень хорошие и бюджетные. Это просто обычный прозрачный лак. Он у меня просто уже загустел. Очень хорошие у них тоже кисточки. Это такая классика жанра. И второй лак, которым я ужасно недовольна, это фирма Джордан. Джордан. Вот такой. И написано гель-лак. Для меня что такое гель-лак? Это лак, который в одно нанесение дает 3D эффект. На ногтях блеск, как будто на ноготки направленная лампа. Что касается этого лака. Мало того, что он по своей структуре просто отстойный. Он полосить страшно. Щеточка ужасная. Так он еще нифигашечки не гель-лак. Я сравнивала его с лаком такой же фирмы и лак. Обычный лак с этой фирмы работает лучше, чем вот этот якобы гель-лак. Опять этот разводняк по имени маркетинг. Поэтому я больше на это не ведусь. Пользуюсь своими любимыми лаками, теми, которые я уже проверила. А вот эту дрянь я даже ни разу не использовала. Даже рисунки с ним не сделаешь, потому что он сильно жидкий. Никакой не гель-лак. Я просто возмущена, потому что стоил он достаточно дорого. Прошел ажиотаж. Их уже никто не берет, потому что люди поняли, что это все фигня. Не берите такого никогда. Ну вот, протараторила вам про свои пустые баночки. Теперь я спокойна, что вы знаете, что нужно брать, что не нужно брать. Надеюсь, какие-то из баночек вам припали к душе. И я вам дала какой-то совет. Спасибо, что были со мной. Мне очень приятно, что вы не отписываетесь от меня и ждете моих видео. Просто у меня сейчас столько всего в жизни происходит. Будет много перемен, нет времени буквально сесть и смонтировать видео, а не то, что его снять. Поэтому я пользуюсь любой свободной секундочкой. Я надеюсь, вы меня поймете, поддержите. И из этого я буду стараться снимать для вас еще больше. И пишите мне идеи видео, которые вы хотите видеть. Потому что у меня идей куча, но мне хотелось, чтобы вы видели то, что вам хочется. Я буду ждать. Пишите, ставьте лайки, дизлайки, что хотите. Ставьте, мне будет все приятно. И увидимся в следующем видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok